Здравствуйте, в эфире же дневная программа «Трансвегион» в студии Шакира Умаров. Как обычно, мы расскажем вам о том, что произошло в Шемкенте и области за прошедшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Несмотря на спецрейды, количество нарушений общественным транспортом неуклонно растет. ДТП с участием автобуса фиксируется систематически. Так, вечером 19 октября по проспекту Республики автобус столкнулся с легковым автомобилем «Опель». Со слов очевидцев, немецкая легковушка не уступила автобусу дорогу, который на высокой скорости не только снес «Опель», но и сам слетел с проезжей части. По нашей информации, в результате столкновения есть пострадавшие. Им была оказана первая медицинская помощь. Автобус, в отличие от легкого «Опеля», получил незначительные повреждения. Кто из водителей был виновным, в совершении ДТП будут выяснять сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте аварии. Другое дрожь транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рускулова. Въехавший на зеленый свет Ауди врезался в АС-2107, выехавший на запрещающий красный свет светофора. В результате столкновения оба автомобиля получили незначительные повреждения. Однако, возможно, испугавшись ответственности за совершенное ДТП, водитель «Жигули» скрылся с места аварии. Впрочем, при наличии видеокамер наблюдения, возможность выявить учетные данные машины существенно облегчается. В данный момент водителя «Жигули» разыскивает полиция. Еще одна авария произошла накануне 18 октября на улице Аль-Фараби. Столкнулись немецкий «Опель» и японский «Датсун». Как указывают очевидцы, водитель «Опеля» не уступил дорогу. В результате столкновения пассажиры, среди которых один подросток, находившийся в японском авто, были госпитализированы. Водитель «Опеля» не пострадал, но причинил ущерб государству, снеся по пути придорожный знак. Подробности происшествия, меры, ответственности и величину ущерба виновника аварии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов и агенты страховых компаний. Имбешинский районный отдел полиции ищет подозреваемых в совершении преступлений. Разыскиваемый подозревается в ищении женских драгоценностей и украшений. Так, с 3 октября этого года он уже успел совершить грабежи в 11, 12, 16 микрорайонах, а также близ базара Коким и вдоль улицы Жебек-Жолен. На вид примерно 20 и 22 лет, рос около 170 сантиметров, волосы темные, глаза заметно косят, одет в черную куртку, черные брюки. Носит красный головной убор. Всех, кто видел человека, подходящего под это описание, полицейские просят позвонить на пульт 102 или по номерам, которые вы видите на экране. В Сайрамском районе полицейские задержали учащегося колледжа, вымогавшего деньги у подростка. В дежурную часть Сайрамского РОВД с заявлением обратилась 51-летняя женщина о том, что у ее несовершеннолетнего сына 2000 года рождения студента колледжа вымогают деньги старшекурсники этого же учебного заведения. Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебного расследования Сайрамского РОВД по статье 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Вымогательство». В ходе оперативно-расследовательских мероприятий полицейские Сайрамского района задержали местного жителя 1999 года рождения. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанного травматический пистолет марки «Стражник». По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса «Вымогательство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств, вещественные доказательства и изъяты». Назначен ряд экспертиз. В настоящее время полицейские выясняют, с какой целью молодой парень хранил у себя изъятое оружие. Подозреваемый арестован проводится досудебное расследование. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП и преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал новосатрин с региона. Номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok